изначально у меня не было вообще идея создания бизнеса на самом деле я просто делала то что я люблю это что вызывало отклик у моих друзей окружающих для меня это было просто удивительно что мои вещи то что я создаю так интересны людям и тогда возникла идея что надо увеличивать свое производство тогда я уже я стала искать те кто может помогать мне воплощать мои идеи в жизнь я очень часто использую ручную набойку создание принта а это то что я использую ручную вышивку какие-то техники которые характерны традиционной для узбекистана сезоне старинные которые может быть уже не сохранились но я заберу этот узор и его воссоздаю я думаю что это тоже такая элемент уникальности продукта путешествие находясь где-то я обязательно изучаю какие-то интересные техники в работе шитья которые используются в других странах например а путешествие по японии в музее я изучала пошив кимоно и этот специальный уникальный шов использую в своей работе шов который используется в японском кимоно я использую в своей работе в создании двухстороннего отчапана работать с узбекскими тканями это всегда натуральные ткани обязательно это шелк это хлопок это адрас для меня также является очень важным использование винтажных тканей дело в том что исторически в нашем регионе всегда был текстиль он передавался по наследству и для меня важно создание такого дизайна и создание такого продукта который вне временной связи с этим возникает конечно самое важное мое требование к созданию изделия это качество качество обязательно должно быть просто отличным чтобы это изделие сохранялась в течение 10 лет для меня очень важно сохраняя традиции сохраняя наши уникальные ремесла быть активно интегрированы а в мировую фэшн индустрию в мировую фэшн индустрию